Друзья, всем привет! Привет! Сегодня моя мама снова прочитает для вас рассказ. Какой рассказ? Виктора Драгунского «Красный шарик в синем небе». Вдруг наша дверь распахнулась, и Алёнка закричала из коридора. В большом магазине весенний базар! Она ужасно громко кричала, и глаза у неё были круглые, как кнопки, и отчаянные. Она снова набрала воздух, и давай, бежим, Дениска, скорее! Там квас шипучий, музыка играет, и разные куклы. Бежим! Я заторопился и выскочил из комнаты. Мы взялись с Алёнкой за руки и побежали в большой магазин. Там была целая толпа народу, и в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящие мужчины. Мужчина и женщина. Огромные, под потолок. И хотя они были ненастоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал «Весенний базар! Весенний базар!» А женщина «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Мы долго на них смотрели, а потом Алёнка говорит, как же они кричат, ведь они же ненастоящие. «Просто непонятно!» – сказал я. Тогда Алёнка сказала. «А я знаю, это не они кричат, это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день, а сами за верёвочку дёргают и у кукол от этого шевелятся губы». Я прямо расхохотался. «Ой, вот и видно, что ты ещё маленькая, станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день. Представляешь? Эх ты, темнота! Это радио в них кричит!» Алёнка сказала. «Ну и не задавайся». И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу. Все разодетые, весёлые, и музыка играла. И один дядька крутил лотерею и кричал. «Подходите сюда скорее! Здесь билеты вещевой лотереи. Каждому выиграть недолго легковую автомашину «Волга». А некоторые сгоряча выиграют москвича!» И мы долго возле него тоже посмеялись. Он бойко выкрикивает. И Алёнка сказала. «Всё-таки, когда живое кричит, то интересней, чем радио». И мы, наконец, захотели домой. И выбежали на улицу. Но там было ещё веселей. И у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики. Алёнка, как только увидела эту женщину, остановилась, как вкопанная. Она сказала. «Ой, я хочу шарик». А я сказал. «Хорошо бы, да денег нету». А Алёнка. «У меня есть одна денюжка». «Покажи». «Ого, десять копеек!» «Тётенька, дайте ей шарик». Продавщица улыбнулась. «Вам какой?» «Красный, синий, голубой?» Алёнка взяла красный. И мы пошли. И вдруг Алёнка говорит. «Хочешь поносить?» И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу, как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так подтягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко. Вот он может летать, а я его держу на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто и не поверил. А потом почувствовал, что это вправду. И сразу рванулся и взлетел выше фонаря. Алёнка за голову схватилась. «Ой, зачем? Держи!» И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика. Но увидела, что не может, и заплакала. «Зачем ты его упустил?» Но я ей ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно, спокойно, как будто этого, и хотел всю жизнь. И я стоял, задрав голову, и смотрел. И Алёнка тоже. И многие взрослые остановились и тоже позадирали головы посмотреть, как летит шарик. А он всё летел и уменьшался. И тут Алёнка вздохнула еле слышно, и все пошли по своим делам. И мы тоже пошли, и молчали всю дорогу. Я думал, как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные, весёлые. А в чистое, синее-синее небо улетает от нас красный шарик. И ещё я думал, как жалко, что я не могу это всё рассказать Алёнке. Я не сумею словами. И если бы сумел, всё равно Алёнке было бы это. Непонятно. Она ведь маленькая. Вот она идёт рядом со мной. И вся такая притихшая. И слёзы ещё не совсем просохли у неё на щеках. Ей, небось, жаль свой шарик. И мы шли так с Алёнкой до самого дома и молчали. А возле наших ворот, когда стали прощаться, Алёнка сказала, «Если бы у меня были деньги, я бы купила ещё один шарик, чтобы ты его выпустил». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok